Дед Мороз в начале ноября? Этот вопрос не покидал горожан, которые встретили сказочного персонажа во Владивостоке. Дело в том, что это не обычный Дед Мороз, а тот самый, всероссийский, из Великого Устюга. И уже второй год подряд Дедушка вместе с телеканалом НТВ устраивает предновогоднюю акцию, в которой вплоть до праздников путешествует по России и дарит подарки. Владивосток первый на очереди. Здесь себя на вашей ледовой арене чувствую очень комфортно, практически как дома. Потому что и в Устюге сначала на реке катались, на прудах, потом отстроили тоже для занятий спортом, фигурным катанием и хоккеем ледовый дворец. Основная цель путешествия – это сделать сюрприз детям с особенностями развития и здоровья, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей. В этом году «Зимний волшебник» получил десятки тысяч писем от детей и их воспитателей. Помимо сладостей и сувениров, дедушка привез и спортивные подарки. Хоккейные коньки Дед Мороз вручил юнцам из детского дома номер два, для которых акция действительно стала сюрпризом. Организовали такой замечательный праздник, где у детей создано ощущение, да и не только ощущение, что они нужны, они значимы, что они любимы, что о них заботится. Даже сам Дед Мороз первым делом поздравил только их. Это здорово. Как говорят воспитатели, спорт в детском доме на первом месте. Ребята занимаются и футболом, и хоккеем, и борьбой. Спортсмены даже выезжают за город на крупные соревнования. Поэтому подарки от Дедушки Мороза пришлись как никогда, кстати. Хабаровск и на двору играли. Хабаровск два или один раз взяли первое место. Сейчас нас пригласили в молод команду, мы заявили в третью лигу. Ну, заявляемся. Будем играть. Дети всего за несколько минут в полной мере ощутили предновогоднее настроение и поверили в чудо. А вот сам Дед Мороз немедля отправился дальше. Впереди ждет многодневное путешествие через 28 городов России. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.